Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, честно говоря, я поменял тему урока, потому что ушел из жизни. Это большая потеря для киевской общины, для всех, кто знал его. Это Азеев Левитан, к сожалению, оставив после себя большую семью. Давайте сегодняшний урок поговорим об уходе из этого мира и сделаем так, чтобы этот урок был, надеюсь, все согласны, для поднятия души ушедшего из этого мира, этого замечательного человека. Итак, человек живет на земле, смотришь, что 10 лет, 20, 30, 50, 70, ну, говорят, до 120, и человек с начала рождения начинает умирать. Написано, если жизнь на земле – это переход в будущее, то смерть – это ворота будущей жизни. Если рождение – это ворота в жизнь временную, говорят каббалисты, то смерть – это ворота в жизнь вечную. Написано, семь судов проходит человек после смерти. Первый суд – это перед смертью приходят три ангела. Один подсчитывает все минуты, которые человек был в мире, и выставляет счет, как он использовал отведенное ему время. Второй ангел подсчитывает грехи, совершенные человеком. А третий приходит посмотреть, как он сохранил ту духовность, ту тору, как мы говорим, которая ему была предназначена. Есть еще суд, когда сразу после смерти несут тело к могиле, провозглашая перед ним горе такому-то, будто вавшего против царя, если он это делал. Его судят. Третий суд, когда опускают в могилу. Четвертый – это в могиле судят каждый орган отдельно, получивший в этом мире удовольствие от выполнения запи, без какого-то брахи, без того, чтобы сказать спасибо. Пятый – это суд червей, когда душа его скорбит. Это шестой – это ложа прощи, так называемая, за пустословие, которое он провел в этом мире. А седьмой суд – это непосредственно уже геом, то, что называют адом, да, немножко неправильно. Вы знаете, очень много об этом написано, очень много каббалистов рассказывали все это, не будем об этом останавливаться. Еврейский закон требует, чтобы после смерти отца или матери мы приостановили свою жизнь на неделю в знак благодарности и почтения к ним. Во время шивы, как там называется этот травмный период, человек должен думать об умершем, говорить о нем и скорбить. Но написано в тех же книгах, что более года мы не скорбим, потому что это мешает уже душе ушедшего человека. В сердцах членов семьи, которые пережили несчастье, обычно возникают иногда угрызения совести. Они думают, что не так себя вели, может быть, надо было другого врача, может быть, надо было и так далее и тому подобное. Это не так, это условка злого начала. Она внедряет нам в сердце мысль, что другая модель поведения могла бы принести другие результаты, но это не так. Был такой раби Ати, он рассказывал, что однажды сильно заболел, его родные хотели вызвать врача, не удалось. И поскольку не было денег и ухудшилось, он ушел из этого мира. Врач пришел, когда уже, но опоздал. Сейчас уже ничего не поделать. Праведный отец отошел в тот мир, оставив после тебя сына, который очень переживал, ему было 15 лет и о большом горе. Если бы мы чуть постарались, то в течение 7 дней траура покойный явился во сне своему сыну и сказал, будь спокоен, сын мой. Это был мой час. Даже если бы все на свете врачи пришли ко мне, это был мой час. Каждому из нас по окончанию земного пути приходится держать ответ. Последний экзамен. На этот тест мы знаем вопросы, которые там задают заранее. Бог не собирается заваливать нас специально. Написали каббалисты. Первый вопрос, который задают нам, Бог считает, что мы несем ответственность за свою жизнь. Так как эта жизнь была дана, отчитаться надо за ней перед вот этой высшей властью. Второе. Спрашивать, были ли честны в своих делах. Это не то, что мы ожидаем. Это вопрос не имеет отношения к Богу. Бог спрашивает, как мы вели свои дела с людьми. Всегда ли мы, точнее, отвечали добром на добро. Вот вопрос, который нам задают. Далее мы с нами спрашивали, достаточно ли вы время уделяли Торе. Милость имеется ввиду то, что, как вы заботитесь о себе самому. Развивали ли вы свою духовность. Бог спрашивает нас, зачем была твоя жизнь. Нашел ли ты смысл жизни. Пытался ли ты что-то исправить в своей жизни. Пытался ли ты сделать что-то, одарованное тебе жизни, умное и хорошее. Завершающий вопрос задают о семье. Речь идет о том, что мы не должны думать только о себе самому. Наш пропуск в вечность, это наши дети. Мы звенья цепи, которые, согласно Вече и Кабале, ведут от Адама к Машеху. И каждый раз мы должны думать не только о себе, а о том, какие дети останутся после нас. Уделять этому времени. Это и есть наша важная задача в этом мире, поэтому нас спрашивают об этом. Сказали наши мудрецы, подготовь себя в прихожей этого мира, чтобы зайти в парадный мир, в парадный зал по окончанию жизни земной. Написано, что своими делами, своими выполнениями добрых дел, по помощи другим, человек строит для себя парадный зал будущего. Ну и в завершение я хотел бы сказать одно. Вы знаете, смотря на ушедших людей, на тех, кого уже нет с нами, мы должны запомнить одну замечательную фразу, которую сказали наши мудрецы. На что жаловаться живому? Написано в книге Эйха. Объяснял Рашета в трактате Кедушин. Сейчас я точно сформулирую. Как может человек сетовать на то, что с ним происходит, если Бог одарил его безмерным благом, даровав ему жизнь? Живой может исправить любые свои поступки. Живой еще очень много сделать может. Давайте стараться делать в этом мире то, пока мы можем. Брахава от Слаха. Всего самого-самого лучшего.